здравствуйте ваше внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня четверг мы наблюдаем как после вчерашних выходных соединенных штатах негативная динамика на мировых финансовых рынках только усиливается что касается торгов в азиатско-тихианском регионе то фондовые индексы продолжают свое падение цены на сырую нефть консолидируется в довольно узком диапазоне в ожидании окончательного решения опек плюс по возможности возобновить процесс снижения объема добычи сырой нефти вполне вероятно что это решение может быть и принято сегодня а может быть и не принято в общем существует некий такой баланс и участники торгов просто ждут уже окончательного решения вчера на рынок поступали новости о том что опек вроде как уже принял это решение но я имею конечно же опек плюс это опек и плюс россия но пока окончательных что называется новостей на этот счет нет и на этой волне котировки черного золота как я уже сказал двигаются в довольно узком диапазоне в целом если постараться охарактеризовать общую картину на рынке можно говорить о том что участники торгов уже полностью отыграли весь тот позитив который родился по итогам встречи между американцами китайцами на полях большой двадцатки в аргентине как я и предполагал ранее эффект будет довольно таки ограниченным так оно и получается мы наблюдаем как доходности по американским трежерис продолжают падать это говорит о том что на рынках растет обеспокоенность тем что проблема торговых войн будет усугублять торможение роста мировой экономики что собственно и наблюдается уже в ряде экономически сильных стран что касается ситуации на валютном рынке то здесь пользуются спросом защитные активы иена укрепляется против американского доллара швейцарский франк также подрастает по отношению к американской валюте но и сама американская валюта сам доллар пользуются спросом ну естественно отыгрывая свою старинную скажем так форму отыгрывая идею того что доллар является защитной валютой учитывая общую картину которая сейчас формируется на рынках я хочу предложить вам две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах австралийский доллар американский доллар и американский доллар канадский доллар что касается возможной динамики пары австралийский доллар американский доллар то на волне разочарование по большому счету соглашением на 90 дней которое только было заключено между вашингтоном и пекином а также опасениями того что мировая экономика тормозит и будет входить в новую рецессию спрос на рискованные активы снижается а значит и австралийский доллар тоже может как минимум картосрочной перспективе оставаться под давлением и так пара австралийский доллар американский доллар к настоящему моменту торгуется ниже отметки 0.72 50 она может скорректироваться на волне некоторого закрытия коротких позиций к этому уровню но если он устоит то пара может упасть к уровню 0.7165 что касается ситуации с валютной парой американский доллар канадки канадский доллар то здесь конечно же очень многое будет зависеть от итогового решения опек плюс по добыче сырой нефти сам банк канады выпустил пресс-релиз которым указывает что не ожидает роста инфляционного давления а также ожидает замедление роста экономики страны четвертом квартале действительно если опек не примет решение опек плюс не примет решение начать снижение начать снижать объем добычи сырой нефти это окажет сильное давление на канадский доллар и пара тогда американский доллар канадский доллар может продолжить краткосрочную восходящую тенденцию и так на мой взгляд если пара после возможной коррекции к отметке 1.3350 все-таки удержится выше этой отметки может продолжить свой рост к уровню 1.3475 ну что ж вот такая картина сегодня формируется перед открытием торгов в европе мы продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч мировых финансовых рынков